У нас рубрика «Объяснительная». Это игровая рубрика, где можно получить подарок от наших друзей из Минского МЧС, из рук, считайте, наших спасателей. У них праздник был вот накануне. Да, 19 января. И вот они так порадовали вас. Не только подарки получали, но и сами любят дарить. Да, да, да. И даже поучаствовали в нашей рубрике «Объяснительная», описали слова, которые так или иначе связаны с их профессией. Мы сейчас включаем описание одного такого слова, которое связано с их профессией. А вы постарайтесь догадаться, что же за слово они описывают. Как только догадались, присылайте правильный ответ в виде смс на номер 9240. Кто первым присылает правильный ответ, тому человеку мы перезваниваем в течение 10 минут и задаем дополнительный вопрос. Но он уже намного проще, потому что с вариантами ответов. И потом вручаем подарок от наших друзей из МЧС. Там очень интересные такие сувениры, чтобы почувствовать себя спасателем. Вот так вот. Даже можно приобщиться к доброму делу. Некоторые из них, кстати, могут спасти вас в некоторых ситуациях. Да, да, да. Так вот, давайте слушаем объяснение слова. И на номер 9240 присылайте, что это за слово, как только догадаетесь. Слово «Аммоним». Тут и пострелять можно, и застраховаться на высоте. Силу своей универсальности используется в различных вариантах. Например, в рюкзаках, сумках, креплениях для связки ключей. Он есть у автомата и у альпиниста. Это приспособление, с помощью которого соединяют ошейник и поводок у домашних животных. Облегченная винтовка с укороченным стволом. Имеет форму скобы с пружинной защелкой. Какой аммоним с пружинной защелкой использует альпинист для крепления ошейника на высоте? 9240. Ждем ваши варианты ответов. И через 10 минут свяжемся с тем, кто присылал правильный. Вторая часть объяснительной рубрики. Не так давно мы включали запись того, как наши друзья спасатели из Минского МЧС в свои праздничные дни объясняли нам слово, связанное с их профессией. Мы еще раз послушаем, но только сначала поздороваемся с нашей слушательницей, которая первая справилась с заданиями. Катерина, доброе утро. Доброе утро. Давайте к прослушиванию, и потом ждем от вас правильный ответ. Включай объяснение. Слово «аммоним». Тут и пострелять можно, и застраховаться на высоте. Силу своей универсальности используется в различных вариантах. Например, в рюкзаках, сумках, креплениях для связки ключей. Он есть у автомата и у альпиниста. Это приспособление, с помощью которого соединяют ошейник и поводок у домашних животных. Облегченная винтовка с укороченным стволом. Имеет форму скобы с пружинной защелкой. Екатерина, что это за слова? Там столько всего еще интересного было после того, как я ответ отправила. Это карабин. Карабин, верно, верно. Я просто не все услышала. А догадались после какого? После второго. А как в вашей жизни вы с карабинами сталкивались вообще? На ключах. На ключах исключительно. Ну, хорошо. Екатерина, у нас сейчас будет вопрос, тоже связанный с МЧС. Но карабины все, забудьте. Забудьте карабины. Вопрос будет о другом. Здесь вопрос будет о телефонном номере. Ну, понятное дело, что раньше, кстати, вот раньше был номер 01. Нам рассказывали, когда мы ездили туда, сотрудники МЧС. В музей огня, когда мы побывали. В музей огня. Довольно просто найти, если задымление, на старом телефоне с дисковым набором, когда еще было. Ну, крайние цифры, получается. Нащупать очень просто. То есть еще практическая такая точка зрения есть. 0 и 1. Легко вызвать. Ну, теперь номер стал 101, теперь телефоны совсем другие. Но есть и международный. Знаете, международный номер? Такой, чтобы европейцы приехали и могли вызвать по привычке, как у них там МЧС. 112 такой номер. Знаете, Екатерина? Да. Это вот международный номер. И у нас вопрос связан именно с этим номером 112. Да. Скажите, пожалуйста, если помните, с какого года в Беларуси вот как раз используется этот номер 112? Варианты ответов. Да. 2013, 2017 или 1998? Нет, наверное... А, в смысле, вообще используется? Вообще у нас в Беларуси. В Беларуси используется 112. То есть до этого был 0,1, потом 101, а потом появился 112. Так вот с какого года? 13, 17 или 98? Мне кажется, почему-то с 13. Правильно вы увереннее скажите? 13. Совершенно верно. Екатерина, мы вас поздравляем. Переход. Да, да, да. Даже подсказывать вам не пришлось. Екатерина, оставайтесь на линии и расскажем, как забрать сувенирную продукцию от МЧС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова